Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о таком диагнозе как эрозия шейки матки. В современной медицине это не считается патологическим процессом. Да, это может свидетельствовать о гормональных нарушениях, о местном нежелательном воспалительном процессе, либо о травматизации. Однако, после гинекологического осмотра, после оценки результатов анализов, врач определит требуется ли вам лечение и что именно для этого нужно будет делать. Давайте разбираться. Эрозия это дефект эпителия шейки матки, а эктопия цилиндрического эпителия это размещение эпителия внутренней части цервикального канала на поверхность шейки матки, то есть физиологическое состояние. Чаще всего обнаруживается у женщин в возрасте от 20 до 40 лет. Симптоматически это состояние может себя никак не проявить и изменения на шейке матки заметят только ваш гинеколог во время гинекологического осмотра. Возможно иногда увеличение количества выделений с половых путей, кровенистые выделения контактные после полового акта. Эктопия шейки матки без отягощающих факторов лечения не требует, только наблюдение. Со временем произойдет замещение эпителия, то есть оздоровление. Однако отсутствие лечения требует динамического наблюдения у гинеколога. Врачу важно сообщать свои репродуктивные планы. Женщинам, которые планируют беременность, роды, не рекомендуются аппаратные методы лечения, такие как конизации шейки матки, криодеструкции. Рекомендуется только лечение инфекционных заболеваний и наблюдения.